Нас интересует общий случай, и абсолютно ясно, что такую картинку-картинки, они могут существовать для нескольких верхних значений, но это уж очень специфическая штука. И кроме того, на самом деле даже есть теорема о том, что уравнения, начиная с пятой степени, уже нельзя любое уравнение решить, а соответственно, какие-то уравнения можно решить, какие-то нельзя. В общем, ребята, я надеюсь рассказать вам, как семнадцатиугольник строить циркуль и линейка. Сейчас я хочу объяснить вам, почему вот эта картинка дает возможность циркулям и линейкой нарисовать правильный пятиугольник. Объясняю. Когда вам дали окружность единичного радиуса, согласны ли вы, что вы способны на плоскости получить отрезок длины корень из пяти? Что нужно для того, чтобы выписать отрезок длины корень из пяти? Надо взять отрезок длины один, еще отрезок длины один, провести перпендикуляр, это мы циркуль и линейку умеем, да? Еще отрезок один, и здесь что будет? Корень из пяти. По теоретике, смотрим, корень из пяти. Отлично. Что здесь еще нужно сделать? Вычесть из него единичную. Вот уж не проблема. Я провел окружность, вот это называется что? Корень из пяти, ежедневно из пяти. Разделить на четыре. Мы умеем искать середину отрезка циркуль и линейка. Мы нашли середину, еще раз нашли середину. Вот она, отрезочка. Корень из пяти, минус один, разделить на четыре. Ну, разумеется, любители работы циркулью и линейкой придумали способ, как это делать прямо здесь, так, чтобы было поменьше взмахов циркулью и линейкой. Но это не более чем украшательство. В общем, можно подумать, как можно эту картинку нарисовать здесь, чтобы она сразу возникла. В общем, в любом случае, он возникает такой отрезок. А дальше мы делаем понятно, что. Что мы делаем? Откладываем его здесь и проводим этот регулятор. Там, где пересеклось, у нас получилась вершина правильного пятиугольника. Все понятно? Вот. Ну, зная одну вершину, но не зная вот эту вершину, потом откладываем по окружности, получаем все, на самом деле, пять вершин. Таким образом, правильный пятиугольник рисуется. Так вот, ребята, огромный прорыв в математике произошел в тот момент, когда Гаусс, размышляя над тем, как умножать, складывать и так далее, понял, что аналогичная конструкция может быть сделана для семнадцати угольников. И когда он это понял, он увидел довольно интересную связь между этими самыми корнями и единицами, он придумал так называемую гауссовую сумму, и дальше была целая огромная наука, и, в общем, было все интересно. Так вот, бесплатно, между прочим, памятник Гауссу стоит в городе Гитцинген, в Германии есть такой маленький мастерский городок, и этот памятник – это скульптура с основанием в виде правильного семнадцатиугольника. На самом деле, это несложно сделать, собственно, что, из бетона сделать, это, в основном, легко. Вот, я не знаю, с чего он сделан, но, в общем, семнадцатиугольник, да, кстати, на глаз практически не видно. То есть, если знать, что это семнадцатиугольник, то, конечно, можно увидеть, но просто так кажется, ну, круг и круг. Дело в том, что семнадцать на вид мало отличается, да?